Приветствую, меня зовут Василий, я занимаюсь ремонтами санузлов в городе Москве. И сегодня я закончил очередной свой объект, который находится за этой дверью, это совмещенный санузел. И когда мы только начинали работы, я предполагал, что это будет эконом-ремонт. И в принципе отчасти так и получилось. В чем же была экономия? Я постарался сохранить напольный унитаз, раковину, зеркало, стиральную машину. Они были в хорошем состоянии и решено было использовать их повторно. Также от некоторых дорогих решений мы решили отказаться, заменив их на более дешевые аналоги. Допустим, как скрытый люк под плитку заменен на обычный металлический люк. Экран под ванную из плитки также заменен на покупное решение. Ну и часть работ будет выполнена непосредственно самим заказчиком. Ну ладно, чтобы не растягивать наше вступление, я предлагаю посмотреть, как это было изначально и как получилось теперь. Поехали! Продолжение следует... Как вы могли заметить, в ванной не установлена стиральная машина и не висит зеркало. Эти работы будет выполнять сам заказчик, он сам установит стиральную машину, сам повесит зеркало, также повесит различные аксессуары в виде крючков, полочек и так далее. На этом тоже немножко все-таки можно сэкономить, я в этом плане не против. Также прошу обратить внимание, что полотенцесушитель был заменен, сейчас здесь стоит электрический, до этого здесь стоял водяной полотенцесушитель, который также давал протечник. Плюс электрический полотенцесушитель довольно-таки очевидный. Во-первых, их можно в любое место повесить, во-вторых, они никогда не протекут. Третьих их всегда можно выключить, либо их можно включить и настроить необходимую нам температуру. Делается это все довольно-таки просто и интуитивно понятно. Что ж, главной причиной, почему было решено сделать ремонт в данном санузле, были сантехнические работы. Заказчиков не устраивало предыдущее качество исполнения работ, они здесь прожили примерно 10 лет и сталкивались с постоянными протечками со стороны водопровода. И поэтому было решено все это заменить. В данный момент здесь сантехника выглядит таким образом, все сделано надежно и аккуратно. Заказчики в целом довольны, но и я тоже. Такая сантехника прослужит достаточно долго и не будет вызывать нареканий. Из некоторых особенностей данного санузла хотелось бы отметить ванну. Ванна выполнена из искусственного камня, так называемой литиевой мрамор. Это довольно-таки приятный и теплый на ощупь материал, очень прочный, крепкий. Если сравнивать с чугунными ваннами, она тоже довольно-таки тяжелая, весит больше 100 кг, что придает ей хорошую устойчивость. Я считаю, это хорошей альтернативой тем же чугунным ваннам, хотя бы по той причине, что их можно выполнить на заказ, в форме и размерах. И уж явно она выигрывает по всем характеристикам любой акриловой ванной, которая, ну, просто они хлипкие, и мне этот материал не нравится. А вот искусственный камень теперь мой фалонит. Но в данном модели тоже были некоторые проблемы. Экземпляр попался мне очень ровный в плане геометрии. Все борта у него загнуты, и мне пришлось подтачивать каждую плитку, подгоняя все неровности, чтобы нивелировать визуально. Обвязка для ванны стоит от производителя МакАльпайн с возможностью прочистки сверху. Как это происходит? Достаточно снять пробку, вытащить внутреннюю часть, и мы получаем полный доступ для того, чтобы прочистить сифон. Не нужно лезть под ванну, а в любом случае неразборное соединение. Чтобы все это собрать на место, достаточно установить все на запад. Рядом с ванной находится раковина на подвесной тумбе. Как я уже говорил в начале, раковина была сохранена изначально. Единственное, была заменена только тумба. Раньше здесь была напольная, а теперь подвесная. Данная модель еще продается, поэтому удалось найти тумбу именно к этой раковине в продаже. Смеситель установлен компанией ГРОЯ, коллекция Космополит. Струя идет примерно посередине, то есть довольно-таки удачно подобрана, будет легко и удобно обмыть руки. Рядом с унитазом установлен гигиенический душ. Как вы можете заметить, на стене находится только лейка. Это довольно-таки частное решение, которое я применяю. Возможно, вы его уже видели, но здесь есть небольшая особенность. Раньше я подключал включение воды в гигиеническую лейку при помощи основного освещения. Здесь же меня попросили сделать отдельный выключатель для данной лейки. Как это происходит, сейчас покажу. Мы берем лейку, и как мы видим, воды у нас нет. Но стоит нам включить выключатель, вода появляется. Вот так как это работает. Нет воды, есть вода. По-моему, довольно-таки удобное решение. Не нужно быть зависимым от основного света. Всегда можно включить и выключить. Непосредственно во время использования. Рядом с унитазом подготовлено все, чтобы без проблем подключить стиральную машину. Сделан специальный сифон для стиральной машины, подача воды и, собственно, розетка. Заказчики без проблем сюда занесут стиральную машину, поставят ее, подключат. И в этом не будет никаких проблем. Включения будут находиться справа, то есть всегда в доступе. Но можно-таки истечить и эстетичное решение, и самое главное, грамотное. Надеюсь, обзор вам понравился, и вы смогли подчеркнуть для себя какие-нибудь идеи. А на этом я сегодня заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok